Следующая тематика посвящена арабдомиолизу. Ну, с одной стороны, тематика достаточно избитая. Мы все помним землетрясение в спитаке, мы все сталкиваемся с реперфузионными повреждениями или в отделениях реанимации с синдромом длительного сдавления, предпозиционного сдавления у достаточно социальных людей. Ну, наша тематика возникла, тематика этой лекции возникла совершенно по другой причине. Мы в последнее время стали сталкиваться с необъяснимыми явлениями острого почечного повреждения у пациентов, которые не относятся к каким-то группам социальным или пациентам, которые попадают в ситуации, связанные с травмой. Это обычные пожилые люди, причем мы исключаем у них гипоболемию, мы исключаем у них назначение нефтероидных противовоспалительных средств, но, тем не менее, у них возникает явление рапдомиолиза. Поэтому мы акцент у нашей лекции сделаем как раз на нетравматический рапдомиолиз. Эта тематика у нас вошла в курсы подготовки ординаторов, в курсы чтения лекции на переподготовке врачей 144 часа или 504 часа. В последнее время мы столкнулись с увеличением числа случаев рапдомиолиза. Часто бывают стертые клинические картины, причины нетравматические, как я уже говорил. Иногда бывает поздняя диагностика. Почему? Потому что явления рапдомиолиза возникают в терапевтической клинике или в хирургической. Когда сталкивается с этим пациентом реаниматолог, уже есть развернутые почечные повреждения. Поэтому мы акцентируем внимание именно на мультидисциплинарном подходе. Вот в нашей клинике, откуда представлена эта работа, как раз над рапдомиолизом работают не только врачи-анестезиологи-реаниматологи, но и специалисты ультразвуковой диагностики, естественно, клинической лабораторной диагностики. И не стоит забывать и об аспекте реабилитации, потому что реаниматолог привык. Справился с явлением полиорганной недостаточности, перевел в профильное отделение и забыл. Нет, это не должно быть так. Пациент должен реабилитироваться, потому что что такое рапдомиолиз? Это потеря мышечной ткани. Сможет ли человек после этого жить нормально? Не будет ли у него излишне много падений и прочих вещей? Поэтому такой пациент должен реабилитироваться. Поэтому я представляю концепцию нашей кафедры, отделений профильных, которые являются базой для нашей кафедры. Именно такой мультидисциплинарный, с позиции мультидисциплинарного подхода. Если обратиться к дефинициям, то критическое состояние под критическим состоянием понимает состояние пациента, при котором необходима коррекция жизненно важных функций или замена их в общей системе интенсивного лечения. Это азы нашей реаниматологии. В общем-то, полиорганная недостаточность – это универсальная основа любого критического состояния. Что касается самой полиорганной недостаточности, то мы сталкиваемся с ней регулярно. Она является основной причиной смерти пациентов в некардиологических реанимационных отделениях. И вот здесь представлены основные компоненты полиорганной недостаточности. Но мне кажется, что мы традиционно почему-то забываем именно миопатии. Ведь на самом деле, значит, моча человеческого тела состоит из мышц. Ну, я имею в виду поперечно-полосатую. Но миопатию мы не учитываем, не учитываем. Я совершенно не согласен с такой концепцией, потому что мы должны с вами понимать, что функции скелетных мышц многообразны. Это не только поддержание двигателя активности. Это также обеспечение постуральных реакций, участие в дыхании и глотании. Когда нет мышц, мы не можем отлучить пациента от аппарата. Также участвуют в энергетическом обмене. Это депогликобигена. И, соответственно, это белок скелетных мышц – источник аминокислот при гиперметаболизме и голодании. Ну, предыдущий докладчик очень подробно осветил явление голодания у ожоговых пациентов, необходимость назначения аминокислот. Зачем мы все это делаем? Это по той простой причине, чтобы сохранить те мышцы, которые у пациента есть. Ну, наша концепция в отношении миопатии была изложена в недавно вышедшей монографии. Это миопатия в практике клинициста. Сразу говорят, что там присутствуют все авторы, от терапевта до реабилитолога. И, соответственно, мы выделяем несколько этапов формирования миопатии до отделения реанимации, в отделении реанимации, после орид. И, соответственно, везде присутствуют рабдомиолиз и саркопени. Ну, наверное, это две таких кита в миопатии, на которые нам приходится обращать внимание. Ну, на самом деле, мы же прекрасно понимаем, что продолжительность жизни человека во многом зависит от того, насколько у нее сохранилась мышечная ткань. Ну, рабдомиолиз достаточно хорошо определен в литературе. Синонимом рабдомиолиза является острый некроскелетных мышц. В общем-то, это патологическое состояние, которое развивается в результате повреждения скелетной мускулатуры и характеризуется поступлением системных короток продуктов цитолиза. Вот эти продукты цитолиза и вызывают явление этой полиорганной недостаточности, превалируем, естественно, острого почечного повреждения. Мы должны понимать, что диагностикой лечения рабдомиолиза должны заниматься все специалисты. Необходим междисциплинарный подход. Вспомните историю с статинами и агрессивное назначение статинов лет 20 назад. Ведь одна из причин, почему мы их стали реже назначать, как раз вот явление рабдомиолиза. То есть мы можем там снизить уровень холестерина до бесконечно малых цифр, но при этом получим более грозные осложнения, которые быстрее приведут пациента к летальному исходу. Ну, что касается определения рабдомиолиза, то есть формирования вот этого термина, ну, понятно, что это произошло все от древнего греческого слова. Рабдос, масса и лизис, собственно говоря, разрушение мышечной ткани. Что касается МКБ-10, ну, я не нашел там слово рабдомиолиз, но на самом деле классифицировать болезнь можно как болезнь и мышц М10, М63, также подходит и шимический инфаркт мышцы и другие неуточненные поражения мышц. Кроме того, имеется миоглобинурия, соответственно, у ней тоже есть код. Все это укладывается в рабдомиолиз. То есть здесь мы никаких особых трудностей с вами не встретим. Ну, история рабдомиолиза, она, как всегда, начинается с Ветхого Завета. На самом деле много чего начинается с Ветхого Завета. И там упоминается, собственно говоря, вот эта моровая язва, которая была ошибочно диагностирована. Этот рабдомиолиз возник с употреблением в пищу мяса перепелов. И, соответственно, эти перепела перед тем, как они улетали в другие края, они поедали семена болиголова, которые являются токсином для человека, но не для птицы. И вот эта болезнь, которая в кутурунизме возникала, она как раз и являлась первым проявлением рабдомиолиза, описанным в литературе. Поэтому самый первый рабдомиолиз был нетравматическим. К сожалению, сейчас вот на той территории, в которой описывается действие, происходящее в Ветхом Завете, идут события, которые изменяют представление рабдомиолиза по отношению к Ветхому Завету. Там, безусловно, преобладает травматический рабдомиолиз вследствие определенных военных действий, к сожалению. Ну, история рабдомиолиза, которая впервые была описана в медицинской литературе, относится к 1812 году. Опять же, военный хирург описал некрозмышл при отравлении угарным газом во время пребывания войск Наполеона в Берлине. Ну, не можем мы обойтись без российских авторов. Николай Иванович Пирогов в началах общей военно-полевой хирургии обозначил рабдомиолиз как местную асфиксию и токсическое напряжение тканей. Ну, достаточно образно все это было им описано. Вот еще одно классическое описание французским хирургам. И здесь действительно все очень подробно. С этим мы сталкиваемся регулярно. Здесь описано, как офицер руководит своим спасением. У него были придавлены конечности бревном. И когда снимают это бревно, то, собственно говоря, возникает феномен реперфузии. Рабдомиолиз, офицер погибает. Я привожу это описание только вот для наглядности, как здорово имеют авторы описывать медицинскую симптоматику. Ну, мы традиционно выделяем рабдомиолиз на травматические, собственно говоря, физические или физические причины и нетравматические. Ну, на самом деле это деление, на мой взгляд, условное. Я объясню, почему. Потому что иногда бывает сочетание причин. Но что более важно, мы понять не можем. Ну, собственно говоря, травматический репдомиолиз, который подробно описан. Это и травма, и компрессия. Это может быть ДТП, военные действия. Длительная иммобилизация. У нас многократно поступали пациенты, которые принимали запрещенные вещества, которые засыпали в батареи. Ну, и с последующими, как бы сказать, характеристиками. Ну, в любой городской больнице, наверное, сталкиваются с такими пациентами. Кроме того, это окклюзия сосудов и синдром эперфузии, когда открывают сосуды, восстанавливают кровоток. Шок. Длительная нагрузка на мышцы, столбняк, поражение электрическим током, гипертермия. Ну, та же самая длительная нагрузка на мышцы, она часто встречается у пациентов, которые принимают запрещенные вещества. То бишь, те же самые наркотики, анфетамин, героин или экстази. И вот здесь уже трудно понять, что же является ведущим экстази. Или, допустим, вот эта длительная нагрузка на мышечную ткань. Вот мы видим причину нетравматического рапдомиолиза. Это лекарственные препараты, токсические агенты. Ну, наверное, самые известные – это статины. В таком случае, про них очень много написано. Также это инфекции, это электролитные нарушения, с которыми нам приходится, к сожалению, часто сталкиваться, потому что у нас очень много коморбидных пожилых пациентов. Эндокринные нарушения, аутоиммунные заболевания, ну, генетические причины, они встречаются реже в обычной больнице, все-таки они лечатся в специализированных учреждениях. Ну, и новая коронавирусная инфекция, безусловно, тоже внесла свой вклад в формирование рапдомиолиза. Достаточно много было работ, я не буду на этом подробно останавливаться. Ну, собственно говоря, вот данные статистики, мы ориентируемся всегда на них, считается, что в настоящий момент нетравматический рапдомиолиз встречается чаще, в пять раз, чем травматический. Ну, в условиях боевых действий, конечно, число случаев травматического рапдомиолиза, оно резко возрастает. Ну, патогенез рапдомиолиза описан в многочисленных публикациях, в том числе и в нашей монографии, которая тоже вышла в этом году, посвященная рапдомиолизу. Ну, в основе рапдомиолиза лежит какое-то стрессовое воздействие на клетку, изменение энергетического баланса и нарушение вот этих обменных процессов, связанных с ионами. То есть страдает калий-натриевый насос и, соответственно, кальцевый обменник. Мы видим, что происходит изменение в клетке, собственно говоря, туда-туда поступает натрий, калий теряется. Вначале у нас увеличивается количество кальция в клетке, разрушаются митохондрии, ну и, собственно говоря, наступает вот это разрушение клетки. Кроме того, образование миоглобина крайне, как бы сказать, неблагоприятно влияет на функцию почек. Почему? Потому что при изменении PH мочи миоглобин вкупе с определенным белком откладывается в почках и блокирует, как бы сказать, дистальные канальцы, что очень негативно сказывается на мочеотделении и удалении шлаков. Вот мы видим данные патоморфологического исследования. Это острое повреждение почек. В общем-то, видны следы окрашенного миоглобина в почечных канальцах. Это пациентка, которая погибла от передозировки наркотических веществ. Ну, что касается острого повреждения почек при рапдомиолизе, безусловно, оно связано не только с отложением миоглобина, оно связано с возникающей газоконстрикцией, возникающей гиповолемией. Ну, прямая токсичность, естественно, бывает миоглобина, которая активирует окислительный стресс в клетках путем переноса электронов при изменении валентности железа, и, соответственно, отложение миоглобина в дистальных почечных канальцах, что очень важно для нас. Почему? Потому что здесь лежит, как бы сказать, одно из терапевтических мероприятий – изменение PH мочи. Клинические проявлениями рапдомиолиза обычно возникают при разрушении 100 грамм поперечно-полосатой мышцы. Естественно, здесь мы не можем с вами выявить, так ли это, поэтому нам приходится верить на данные из экспериментальных исследований, ну и как-то экстраполировать это на наши с вами клинические результаты. То есть, безусловно, мышцы могут разрешаться в меньшем объеме, никаких клинических проявлений не будет, но вместе с тем, если у пациента исходно было уже повреждение почек, то, наверное, будет достаточно меньшего количества разрушенных мышц для возникновения острого повреждения почек. Ну, клиника – это одна из главных, как бы сказать, проблем диагностики рапдомиолиза. Почему? Потому что она не специфична. Мы привыкли к классической триаде, которые встречаются, ну, по данным литературы, у 30-50% больных – это миалгия, мышечная слабость и изменение цвета мочи. Ну, по-разному описывается этот цвет. Кто-то вот пишет, что похож на Кока-Колу, кто-то пишет, что моча просто темно-бурая. Вот. Ну, соответственно, мышечная слабость, миалгия, локальный отек мышц – это присутствует. Также может быть нарушение ритма сердца за счет изменения электролитного состава, может возникнуть синдром ДВС, а также повышается уровень креатинфосфокиназы и уровень миоглобина. Причем миоглобин повышается как в крови, и также он повышается в моче. Ну, повышение содержания мочевой кислоты в крови также не специфично. Поэтому, на мой взгляд, все-таки клиническая картина во многом определяется этиологическими факторами. Естественно, без этиологии, без знаний анамнеза пациента нам трудно бывает поставить диагноз рабдомиолиза, и мы часто ставим его уже при возникновении острого почечного повреждения. Что касается лабораторной диагностики, обратите внимание, что наиболее специфичным является уровень миоглобина. Он повышается в первые три часа буквально от повреждения мышцы, через сутки миоглобина уже нет. Поэтому мы должны вот именно в первые сутки начать терапевтические мероприятия по элиминации миоглобина из крови, и, соответственно, в этот момент наша терапия будет наиболее эффективна. Далее повышается креанинфосфокиназа, и как проявление уже почечной недостаточности повышается креатинин. Динамика достаточно характерна. Но такая динамика наблюдается только в тех случаях, если мы прекращаем действие повреждающего фактора. Если повреждающий фактор продолжает свое воздействие на организм, то, соответственно, у нас может сохраняться повышенный уровень миоглобина в крови более длительное время. Ну вот диагностика рабдомиолиза, она, опять же, зависит от клиники, от тех лабораторных показателей, которые характерны для той или иной клиники. Мы обычно ориентируемся все-таки на уровень миоглобина и уровень КФК. Вот посмотрите, собственно говоря, цвет мочи, который мы видим у наших пациентов, когда мы собираем. Ну, собственно говоря, в анализе мочи мы можем найти изменение цвета, это визуальный показатель. Далее появляется белок, кристаллы мочевой кислоты, миоглобин и легкие цепи миозина. Ну, в нашей клинике обычно все-таки определяется уровень миоглобина, как в крови, так и в моче. Ну, еще один вариант диагностики – это ультразвуковое исследование мысли. Мы прекрасно понимаем, что УЗИ ворвалось в практику врачей-анестезиологов-ренематологов. 2018 год, наверное, стал решающим. Почему? Потому что в стандарте врача, в профессиональном стандарте врача было как раз внедрено УЗИ. И сейчас, по-моему, специалисты ультразвуковой диагностики тоже перестали нас ревновать, и мы используем УЗИ для диагностики, в том числе и рапдомиолиза. Бессловно, этот метод основан на способности ультразвуковых волн отражаться от тканей мышцы, что позволяет их визуализировать. Дополнительный вариант визуализации дает нам наличие различных фасций. Безусловно, эта методика используется у нас для оценки не только рапдомиолиза, но и саркопении. У методиковой диагностики есть целый ряд преимуществ. Прежде всего, это мобильность аппаратуры, поэтому мы независимы от того же КТ. Это действительно дешевизна, быстрота выполнения, возможность получения, как бы сказать, и динамических результатов, отсутствие лучевой нагрузки как на персонал, так и на пациента. Но, к сожалению, есть и недостатки. Это зависимость получаемых результатов от опыта исследователя. И, в общем-то, еще пока отсутствуют такие стандартные данные, как трактовать то или иное. Поэтому, естественно, у зимы мышцы занимаются в основном энтузиасты применительно к конкретной клинике. У нас занимается заведующая отделением ультразвуковой диагностики Анна Александровна Федорова. И, собственно говоря, вот ее результаты позволяют нам чаще диагностировать рапдомиолиз. Вот я привожу стандартный, как бы сказать, B-режим. Это так называемое серое ультразвуковое исследование. Мы видим характерные признаки для нормальных мышц. Это низкая эхогенность, четкие контуры и, собственно говоря, высокая поперечная исчерченность. Но с помощью УЗИ мы можем измерить не только, как бы сказать, дать характеристику мышц, но посмотреть еще толщину и объемность, что мы и делаем при диагностике саркопении и рапдомиолиза. Ну, кроме стандартных методик существует и так называемая компрессионная эластография, которая позволяет выявить эластичные, более твердые участки мышц. В норме соотношение зеленого и синего цвета, оно примерно равно 50 на 50, это здоровые мышцы. То есть количество эластичных волокон, в общем-то, равно количеству менее эластичных. Кроме того, существует эластография из двиговой волны, которая позволяет, в общем-то, определять плотность мышечной ткани. И вот здесь есть фиксированные показатели, которые существуют у наших пациентов. Ну, диагностика рапдомиолиза, естественно, основана вот на всех трех этих методиках. Сразу скажу, что она не очень специфична, и поэтому требуется, ну, определенный опыт, что называется, вы должны научиться распознавать те же самые очаги миолиза. И вот мы видим вариант УЗИ изображения четырехглавы мышцы бедра, она наиболее доступна в острой фазе рапдомиолиза именно в B-режиме. Мы видим, что диффузное снижение эхогенности ткани возникает, отек. Ну, картинки при определенных, как бы сказать, определенных навыках, они достаточно яркие. Они позволяют найти очаги миолиза и поставить диагноз. Вот что касается компрессионной эластографии прямой мышцы бедра при бродомиолизе. Мы видим, что меняется волокно, у нас появляются очаги размягчения, соответственно, они более эластичны, преобладает уже другой цвет, появляется красный цвет, и, соответственно, также изменяется, есть изменения при эластографии сдвиговой волны. И вот здесь вот мы видим динамику в изменении мышц до лечения пациента с 60 лет, когда у него были высокие цифры КФК и миоглобина, и через две недели после лечения, когда у него снижается, собственно говоря, и уровень КФК, и уровень миоглобина. Достаточно характерный, то есть исчезает вот этот сверхэластичный компонент, и волокно становится опять сине-зеленым, но имеется в виду при визуализации. Ну, лечение репдомиолиза, естественно, оно подразумевает устранение триггера, вызывающего репдомиолиза, оно подразумевает проведение инфузионной терапии для профилактики остроповреждения почек, назначение бикарбоната, тот редкий случай, когда анестезиологу нужно назначить соду, потому что избыточное назначение соды, страдают некоторые доктора этим, оно приводит к алкалозу труднокупируемую, а вот здесь действительно нужно, опять же, под контролем. В отношении манитола достаточно спорно, как бы сказать, мнение. Кто-то считает, что нужен, кто-то считает, что нет. Также мы должны заниматься профилактикой и коррекцией гиперкальциемии, коррекцией гиперкалиемии, коррекцией гипокальциемии на ранних этапах, и, соответственно, мы используем экстракорпоральные методики лечения наших пациентов. Но вот инфузионная терапия начинается в момент диагностики рапидомиолиза с целью профилактики острого повреждения почек. Обычно используются физиологические растворы, и вот туда мы добавляем 50-100 мм бикарбоната натрия. Опять же, тут редкий случай, когда нам нужна сода. И вот мы стараемся ориентироваться на следующие показатели. pH мочи должна превышать 6,5, и, соответственно, pH крови меньше 7,5. Вот если мы в это укладываем, то это будет здорово, мы не введем избыточное количество соды, и тем самым мы не позволим отложиться амиоглобину вместе с комплексом белка в дистальных почечных канальцах. Соответственно, при неэффективности инфузионной терапии можно рассмотреть назначение манитола. Сразу оговорюсь, спорные данные по поводу манитола, манитола, что касается лечения рапдомиолизма. Применяются практически все известные виды детоксикации. Я не могу выделить какую-то преимущественную из них. Мы чаще всего использовали цитосорб по той простой причине, что у нас эти колонки были. Используется плазмообмен, далее можно использовать гемосорбцию, плазмодиафильтрацию, заместительную почечную терапию в различных вариантах, ну и гибридные технологии. Ну, традиционно мы считаем, что экстракорпоральные методы детоксикации, они нужны, но оптимальный режим пока еще не определен. Собственно говоря, наша задача сорбировать миоглобин, когда он еще есть в крови, и предотвратить развитие островского повреждения почек. Ну, а если, собственно говоря, островое повреждение почек развелось, то мы уже лечим по тем рекомендациям, которые существуют. Ну, традиционно мы считали, что плазмоферез – это основа лечения рабдомиолиза, основа на данных спитакий и прочее. Но я специально привожу работу 23-го года, она вышла в сентябре месяце, где говорится, что использование, в общем-то, плазмообмена не давало никаких преимуществ в сравнении с другими вариантами заместительной почечной терапии. Почему? Потому что плазмообмен не специфичен. И вот кто занимался явлениями пченочной недостаточности, знают, что там удаление фактора роста гепатоцитов приводит, в общем-то, к негативным результатам. Поэтому, наверное, более выгодно селективные какие-то методы. Вот мы видим шкалу градации токсинов по молекулярной массе, видим миоглобин около 20 тысяч. У нас весит... Вот мы использовали цитосорб. И, собственно говоря, вот предварительные результаты других авторов говорят, что у больных с продолжающимся рапдомиолизом удалось стабилизировать уровень миоглобина. А если рапдомиолиз прекращался, то есть мы удаляли эти логические факторы, то, собственно говоря, получали позитивный результат и снижение уровня миоглобина, и тем самым предотвращение развития почечного повреждения. Поэтому важно, прежде всего, устранить эти логические факторы. Если мы не устранили его, то мы можем разочароваться во всех методиках экстракорпоральной детоксикации. Наши данные показывают, что действительно использование цитосорба позволяло снизить уровень миоглобина. Ну а далее, когда развивалось острое почечное повреждение, собственно говоря, при второй и третьей стадии поакин, мы уже использовали гемодиофильтрацию. Работает цитосорб. Но, опять же, это не универсальная, как бы сказать, методика. Мы не сможем с помощью какой-то экстракорпоральной детоксикации вылечить пациента. Это один из компонентов. Все остальное не стоит забывать. Ну вот, допустим, использование диализаторов с точки осечения около 40 тысяч килодальтон у больных со стримпочечным повреждением увеличило элиминацию миоглобина. Ну, собственно говоря, должно увеличивать, потому что менее 40 тысяч весит миоглобин. Поэтому оптимальный метод экстракорпоральной детоксикации не определен. Вы ориентируетесь на клиническую картину и, самое главное, на свои возможности. Если у вас это или нет, нет, ну, значит, можно использовать и плазмообмен. Ну, что касается клинических случаев, мне бы хотелось привести вот наши результаты. У нас прошло несколько пациентов, связанных с гипокалиемическим рапдомиолизом. Казалось бы, в общем-то, достаточно большая редкость, но, тем не менее, все чаще и чаще мы сталкиваемся. Вот один пациент 89 лет, который длительно получал мочегонные препараты в лабораториях калия 1,2 ммол на литр. Согласитесь, достаточно низкие цифры. Вот мы диагностировали у него рапдомиолиз с высокими цифрами КФК и высокими цифрами у миоглобина. Собственно говоря, были и УЗИ-признаки рапдомиолиза. Еще в случае два то же самое. У пациента был низкий калий. Вот он принимал солодку, которая влияет как раз на уровень калия. Она входила в состав отказа, из таких микстур. Примерно та же самая клиническая картина. Высокие цифры КФК, низкие цифры калий, соответственно, высокие цифры миоглобины. Еще один пациент в 71 год. У него жалобы были, собственно говоря, на частый жидкий стул, он вначале не попал в реанимацию. Потом во время эпизода в гипотонии он был переведен в отделение реанимации. Здесь обнаружили низкий калий, который ассоциировал его с явлениями рапдомиолиза. Еще вот пару случаев. Здесь тоже один с интоксикацией. Ну, скорее всего, это алкоголь был. 77 лет крепкий мужчина был, но тем не менее допился до водноэлектролитных нарушений. И другой пациент, который также поступал с жалобами на слабость, тоже имел схожую клиническую картину. Вот у нас буквально за год прошло вот пять случаев клинических, связанных с возникновением рапдомиолиза, за счет низкого калия. Естественно, все эти пациенты вначале не вызывали у нас никаких опасений. Ну, много ли у нас пациентов с низким калием? Но тем не менее, вот у этих коморбидных пациентов, у этих пациентов, как бы сказать, с выраженной сопутствующей патологией, вот эта гипокалиемия, она способствовала возникновению рапдомиолиза. Я бы, словно понимаю, что в жале могу сказать, что, наверное, у этих пациентов были и нарушения функции почек, связанных с гипертонической болезнью. Ну, мы сознательно исключали вот из этих наблюдений такие явные повреждающие факторы. Длительный прием НПВС, выраженную гиповолемию, которая присутствовала. Мы как раз делали акцент на гипокалиемии. И вот отсортировали этих пациентов и получили достаточно интересные, как бы сказать, наблюдения. Ну, кроме того, у нас и другие, как бы сказать, случаи были, связанные вот с COVID-19. Ну, сам острый период. Я специально не провожу наши публикации. Этим никого не удивишь. Вот у нас пациентка поступила с миалгиями, уже выпустилась со стационара. Это было повторное поступление. И вот на УЗИ-исследовании мы обнаружили как раз признаки рапдомиолиза и высокие цифры КФК и миоглобин. Она потребовала интенсивного лечения, проведения экстракорпоральной интоксикации и была, как бы сказать, успешно выписана из нашего стационара. Поэтому цель моей презентации, собственно говоря, обратить ваше внимание, что рапдомиолиз встречается чаще, чем мы его диагностируем. На стадии острого повреждения почек это уже поздняя диагностика. Нужно предвидеть возникновение этих случаев при различных клинических ситуациях. Таким образом, рапдомиолиз развивается при многих нозологиях. Часто мы сталкиваемся со стертой картиной рапдомиолиза, что чревато поздно его диагностикой и, соответственно, возникновением острого почечного повреждения и плохим прогнозом. Ну и диагностика и лечение рапдомиолиза подразумевает мультидисциплинарный подход. То есть здесь должны участвовать многочисленные специалисты. Ну и включение коллеги. С днём анастезиолога.